В ожидании торжественной церемонии возложения цветов на Аллее Славы городского кладбища юноармейцы знакомятся с мемориалом павших героев Великой Отечественной войны. Участник военно-патриотического клуба «Дозор» Михаил Серегин уверен, нужно не только помнить о подвиге прадеда в борьбе с нацистами, но и быть готовым защитить свою страну от новых напастей. У нас каждую неделю, как минимум, тренировки по военной подготовке. Каждое, считай, мероприятие, где мы ездим на возложение, возлагаем цветы, стоим на посту. Это все для того, чтобы вспомнить этих людей, что они отдали жизнь за то, чтобы мы сейчас стояли под мирным небом. Во время Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей. Помимо правительства и иностранных посольств, в город на Волге были эвакуированы военные заводы и даже театры. Мы сегодня отдаем память людям, которые защищали нашу страну. Из них две трети не вернулись. Мы обязаны сегодня поклониться и сказать им большое спасибо за то, что они сделали нам мирное небо над головой, за то, что защитили страну. Мемориал воинских захоронений Аллея Славы был открыт на городском кладбище в 1965 году. Сейчас это стелла и 398 памятников в память о солдатах, скончавшихся от ран в госпиталях Куйбышева в период Великой Отечественной войны. Люди, которых эвакуировали с полей сражений, которые не дожили до победы, но шли к ней, сложили свою голову, по сути, в борьбе за ней. Безусловно, важно и особенно, наверное, важно то, что это мероприятие проходит именно здесь, где люди действительно захоронены рядом с прахом этих людей. Это очень торжественно, очень знаково и очень важно. Под гимн Российской Федерации почетный караул салютовал павшим героям. Ксения Баканова, Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.